Уважаемые коллеги, добрый день. Мы все-таки начинаем с небольшим опозданием сессию, которая называется МЧД-дискурс. Это обсуждение, думаю, горячее будет сегодня, того, каков статус МЧД. У нас уже две недели, как закончился переходный период для внедрения машиночитаемых доверенностей, не считая того, что у нас по-прежнему есть возможность использовать сертификаты юридических лиц, которые ранее были выданы. Но все-таки мы считаем, что использование машиночитаемых доверенностей уже началось. Вопросов очень много возникает у компаний, в основном они все связаны с тем, какие новые требования возникают и ограничивает ли 63-й федеральный закон и подзаконные акты в сфере применения машиночитаемых доверенностей действия Гражданского кодекса в области представительства. И вот мы об этом сегодня в основном будем говорить с нашими экспертами. Отлично, что сегодня так много участников на самой последней завершающей сессии форума. Надеюсь, что вам будет сегодня интересно. И теперь я представляю наших спикеров, наших замечательных экспертов. Это Наталья Хромцовская, компания «ЭС». Приветствуем. Наталья Никитина, СКБ «Контур». Нина Соловяненко, Институт государства и права РАН. Александр Четрюмов, Минцифра России. Максим Букин, Паузбербанк. Ирина Смирнова, Банк ВТБ. И веду этот круглый стол. Я Елена Ткаченко, экспертный совет электронных документов. И мы начинаем. Спасибо. Мы начинаем с доклада Натальи Александровны Хромцовской. Пожалуйста, Наталья. Ну, я немножко хочу разогреть зал и хочу задать два вопроса. Уважаемые коллеги, поднимите, пожалуйста, руки, те, кто хотя бы в жизни, на кого выпускалась доверенность, любая. А теперь у меня более сложный вопрос, внимательно слушайте. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто с этой доверенности прошел весь ее жизненный цикл на работе, но начиная с проекта, оформления, подписания, согласования с юристами, регистрации в журнале регистрации, отслеживания срока истечения действия, после истечения срока действия хранения и уничтожения. Встаньте, пожалуйста, товарищи, встаньте, не стесняйтесь. Вот, понимаете, в чем дело? Вот то, что сейчас, спасибо большое коллеге, да, я тоже в этой... Значит, я хочу сказать, вот для того, чтобы нормально урегулировать работу с МЧД, нужно весь вот этот жизненный цикл отработать, в машины читаем доверенности. А у нас, похоже, получилось так, что про нас, нас спросить забыли. И вот получилось то, что получилось. Давайте я попробую показать, сразу скажу. Возможно, я не права. И я с удовольствием выслушаю мнение всех коллег. Если они, так сказать, если я не права, возможно, я буду только счастлива. И мы вместе с вами тоже будем счастливы. Но на самом деле ситуация на сегодняшний день следующая. Значит, смотрите, что у нас получилось в тот момент, когда она вошла в закон. Значит, у нас уже 20 лет использовались усиленные квалифицированные подписи и вполне успешно. Страна стала одним из мировых лидеров применения данной технологии. Это действительно так. Сложилась, пусть не безупречная, но работоспособная и проверенная в работе практика использования усиленных электронных подписей, которая поддерживалась нормативно-правовой базой и, самое главное, судебной практикой. И поэтому вот у меня в момент принятия закона в 19-м году возник вопрос, зачем понадобилось революционным образом все это сломать и попытаться построить новый мир. У нас уже был опыт, сами понимаете, причем как раз здесь, в Питере. На основе уникальной, никем больше в мире не применяемой технологии. Ключевой частью которой стали вот эти машины читаемой доверенности. И, к сожалению, ответов на это вот с 19-го года так и не было получено. При этом я совершенно понимаю, почему возникла МЧД. Вот сама идея. Что этому способствовало? Во-первых, были выявлены серьезные пробелы в безопасности инфраструктуры открытых ключей старого образца. И наиболее видимым проявлением стало наличие более 500 удостоверяющих центров. Это было, конечно, совершенно невозможно, потому что регулятор просто не в силах был контролировать их деятельность. Ну и, конечно, было настойчивое желание ряда заинтересованных сторон и специалистов сделать усиленную электронную подпись из общей идеологических соображений, столь универсально применяемую, как подпись традиционную, собственноручную, моделируя механизмы и практики бумажного документа оборота в электронной среде. Что, в принципе, делать вообще-то не есть хорошо, вот если мягко сказать. Потому что каждая технология вносит свое в управление информацией. И попытка сделать как на бумаге приводит достаточно часто к печальным последствиям. Вот все, кто внедрял систему электронного документа оборота, если изначально заказчик говорит, сделайте, как у нас на бумаге, это, как правило, очень проблемный, а то и провальный проект. Ну и стремление, конечно, к созданию централизованного инструмента учета полномочий физических и юридических лиц, обеспечения автоматической проверки этих полномочий. Вот все и сразу, но это мы не первый раз проходим. Вспомните переход на оказание услуг в электронном виде, когда наступил 2012 год, и все радостно ждали, что все ринутся получать услуги в электронном виде. Нам пришлось через 15 лет только осознать, что мы, наконец, каких-то успехов здесь достигли. Значит, что у нас на сегодняшний день в законодательстве, потому что я считаю здесь ключевой момент именно он. И главная задача, вот все, что там урегулировано, а это всего четыре закона в нашей стране, где упоминается доверенность, они должны быть гармонизированы. Не должно быть в одном написано одно, а в другом написано другое. При этом Гражданский кодекс прежде всего говорит о том, что доверенность признается письменное уполномочие, которое выдается одним лицом другому для представительства, внимание, перед третьими лицами. Что это означает? Это означает, что внутри организации, и это не действует, внутри организации полномочия сотруднику устанавливаются в должностных инструкциях и в правилах и порядках работы, где говорится, какие документы он должен оформлять, подписывать и так далее. Что важно еще в Гражданском кодексе, я не все буду перечислять, только ключевые моменты. Первое, для доверенности обязательно письменная форма. Здесь мы тоже вступаем на достаточно такую зыбкую вещь, потому что некоторые говорят, что электронная – это не письменная форма. Когда я задаю вопрос, а какая устная? Потому что письменная, она противостояется устной форме. Или-или, другого нет. Дальше. Доверенность – односторонняя сделка. То есть любой из нас может написать доверенность, но любое лицо, не получая от него этого согласия, что я согласен. Иное дело, что поскольку доверенность используется в очень узкой прослойке вопросов, их не очень много. Но сейчас, когда мы собираемся доверенностью доверять, подписывать все документы всеми сотрудникам, у нас кто-нибудь подсчитывал, вот интересно, сколько миллионов доверенностей надо будет выдавать. И это вопрос тоже серьезный. И согласия не требуется. То есть за моей спиной могут выпустить на меня доверенность. Извещать меня не обязаны. Вот, может, я ошибаюсь, может, потом меня там исправят, Нина Ивановна. Но, во всяком случае, я не нашла насчет того, как получать. Там дальше еще интереснее есть. Теперь давайте посмотрим, что по поводу 63 ФЗ. Значит, смотрите, про доверенности упоминается в нескольких статьях закона. И доверенности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей там говорится про представительство. А дальше, как черт из табакерки, выскакивает статья 17.5, которая называется, зачитываю специально для всех, оформления доверенностей, необходимых для использования квалифицированной электронной подписи. И ссылаются на вот эти две статьи предыдущие, говорят, что вот те доверенности, они должны оформляться в соответствии с требованиями гражданского кодекса. То есть только оформляться, а весь остальной жизненный цикл, на основании чего должны эти доверенности жить. Или они что? Это доверенности представительства и подписания подписью? Или только подпись подписания? Вот я бы тоже хотела узнать мнение экспертов, которые вот здесь сидят. Потому что, смотрите, оформление, согласно словарю, это придание чему-либо окончательной установленной необходимой формы. Ну, оформили мы доверенность, а весь жизненный цикл по какому пути должен пойти? Причем, опять же, машиночитаемая доверенность, вот по этому закону речь идет о доверенности юрлиц, индивидуальных предпринимателей. А физические лица? Там, как называется документ? Это о полномочии. Документ о полномочии. Слушайте, а где у нас еще упоминается, что это такое, с чем это едят? И зачем физических лиц выделяют отдельно, не давая им права на машину читаемую доверенность? Ну и, конечно, отдельная песня – это классификатор полномочий. Все, кто сталкивались с доверенностью, знают, что доверенность может быть на что угодно и как угодно написано. И здесь тоже много вопросов, потому что, потому как их начинают эти классификаторы формировать, вопросов крайне много и возникнут проблемы. Теперь, опять же, определения точного в законе, что такое МЧД, нет. Я считаю, что это тоже недоработка. Все-таки определение должно быть. Но главный вопрос – вот это МЧД – это только на право подписания документов или на все, так же, как документно-бумажном носителе? Выдана она физическому лицу, а как в отношении юридических лиц индивидуальных предпринимателей? Причем, имейте в виду, в статьях по юрлицам индивидуальным предпринимателям они как представители тому помянуты. И, опять же, эта доверенность представлена в виде структурированного документа и XML-файла. Это я вот просто собрала то, что в законе, вот в разрозненных местах упомянуто. Значит, теперь насчет оформления доверенности. Ссылаются, что по гражданскому кодексу ее только оформить нужно. Ну и формулировка доверенность в каком виде может быть представляется в том числе в электронной форме в машиночитаемом виде. А в каких еще формах? Вот я предлагаю электронная форма просто в виде человека читаемого документа, да, и бумажная форма. Она тоже здесь может присутствовать, поскольку в том числе великий русский язык нам помогает разобраться, что хотели сказать. Но, может быть, хотели сказать что-то другое. Ну и вы сами понимаете, что вот когда вот начинаешь придираться к каждому слову, вчитываться в него, как-то начинает совсем грустно становиться. Дальше. Прекращение доверенности. Значит, по постановлению правительства там прописаны два варианта прекращения, машиночитаемых доверенностей. Это истечение срока действия и отзыв доверенности. Если мы лезем в гражданский кодекс, у нас там целый список других возможных вариантов, я и не все здесь выписала, то, что меня больше всего волнует. Первое. Отказ лица, которому выдана доверенность, от полномочий. Я специально полезла в правоприменительную практику. Такие случаи бывают, но крайне редко. Но нужно учитывать еще раз, что сфера использования доверенности по гражданскому кодексу достаточно узка. И люди, на которых выпускают доверенность, как правило, участвуя в деловой деятельности, понимают, зачем она им нужна. А представьте, когда мы гуртом сейчас начнем всем сотрудникам выдавать, я вас уверяю, процентов 10 начнет просто от них отказываться. процедура отказа у нас нигде не урегулирована вот с юридической точки зрения, кто чего как должен сделать. Даже с простой доверенностью. Обычно идут через суд. Второй пример. Смерть гражданина, которому эта доверенность выдана. Сразу возникает вопрос, где нам вот в ситуации с машиной читаем доверенности, потому что отметить, что произошло такое трагическое событие, и она уже недействительна. Ее нельзя применять. Ну и понятно, что вот в отношении машиночитаемой доверенности, вот с моей точки зрения, пока данные действия нормально не предусмотрены. И последствия прекращения доверенности. Черным по белому подписано, что ее нужно немедленно вернуть доверителю. И поскольку в гражданском кодексе про машиночитаемую доверенность не слово, возникает вопрос, как вернуть доверителю машиночитаемую доверенность, то есть исполнить требования законодательства. Вот. Теперь по поводу доверенности в налоговом кодексе, вот то, что новое, то, что наступит в действие с 1 марта 2024 года, уполномоченный представитель налогоплательщика, значит, это еще один закон налоговый кодекс, где про доверенность говорится очень четко, но оговаривается, что это доверенность в отношении уполномоченного представителя налогоплательщика, и четко оговаривается тот функционал, который этот уполномоченный выполняет, а именно представлять интересы налогоплательщика в отношении с налоговыми органами, а МЧД ни слова. Но на всех последних вебинарах, в которых участвовала Федеральная налоговая служба, и спасибо ей за это, много рассказывали про МЧД, как там, чего, и так далее, и про электронный документ, и оборот, было сказано, что да, мы планируем переводить эту доверенность, сейчас она в электронном виде, или в бумажном, в большинстве своем, конечно, в электронном, в человека читаемом виде, но они планируют перевести ее на МЧД, но, как говорили, сначала внесем в кодекс, потом будем работать с МЧД, это правильный подход, с моей точки зрения, самый грамотный, который возможен. Ну, и полномочия у нас существляет, так сказать, может быть организация, может быть индивидуальный предприниматель, и, соответственно, здесь прописано, соответственно, какими доверенностями это должно быть урегулировано, в том числе и нотариально удостоверенная доверенность. Вот, свои полномочия подписывает это все УКП, документы, которые подтверждают его полномочия, подтверждаются, посмотрите, либо лично варианты, возможно, либо направленный налоговый орган и в электронном виде, и, так сказать, в виде образа, и под подписью УКП-доверителя, форматы тоже утверждает налоговая служба. То есть все продумано и закреплено. Соответственно, если они будут сюда вставлять МЧД, то эти новые нормы просто дополняют то, что существует на сегодняшний день. Вот, теперь еще один закон, где упоминается доверенность. это нотариат. Но у нотариата отдельная статья удостоверения доверенностей и есть еще вторая статья, которая позволяет нотариусам фиксировать в реестре специальном отзыв простых письменных доверенностей, которые, так сказать, выпущены организациями. И тоже в электронном виде это все размещать. Опять об МЧД не слово. Не в удостоверении доверенности, не это, но нотариусы вносят эту информацию в единую систему нотариата и обращают внимание на формулировку, что в ЕИС нотариата вносится электронный образ доверенности. А это что означает? Что большая часть нотариусов оформляет доверенность на бумаге, сканирует ее, скан-образ подписывается УКЭПом и размещается в единой системе нотариата. Про МЧД ни слова. И с этим вопросом тоже, я считаю, нужно разбираться. Причем пошла уже информация, что нотариусы сотрудничают с банками, в том числе Сбербанк упоминался и выпускают машиночитаемой доверенности на управление доступом к счетам организаций. Вот это тоже интересно, на каких законных основаниях. во всяком случае эти вещи есть. В этой связи кратко какие проблемы вижу. Может быть, я не права. Первое – это проблема стыковки МЧД с существующей законодательно-нормативной базой применения доверенности, включая нотариальное. То есть, по-хорошему, нужно взять вот эти четыре закона и концептуально посмотреть, как они взаимодействуют друг с другом, где они противоречат и, соответственно, доработать их, начиная с гражданского кодекса. Второе – вопрос проблемы выпуска актуализации и отзыва МЧД. Полный бардак. Понятно, что единственной сейчас точкой спасительной будет реестр блокчейн ФНС. Но вопрос, справятся ли они с миллионами доверенности, которые будут выпускать, отзывать и так далее и судиться еще с этим, не могу сказать. Проблема проверки МЧД и последствий этого для признания электронных документов правомочными, потому что нереализуемость автоматической проверки полномочий в общем случае есть, и она пока до конца нерешаема. Если это закат солнца вручную будет, большинство просто ничего не будет проверять с учетом оценки рисков, будут принимать эти риски на себя, но это значит, что рано или поздно появятся судебные споры и оспаривание документов на том основании, что доверенность была неправомочной и поэтому подпись неправомочна. И, конечно, обострение проблемы с долговременной сохранностью, потому что вопрос, как сохранять МЧД, надо ли сохранять вместе с документом в электронном, архивном и так далее. Значит, ну, что еще я вижу в проблемах? Это осложнение электронного взаимодействия другими странами даже с Республикой Беларусь, потому что они, так сказать, МЧД у себя в законодательстве не используют. Проблема многообразия форматов и классификаторов вовремя спохватились, сейчас начали приближаться к единым форматам, но посмотрим, что из этого получится. Но я сразу хочу сказать, я оцениваю, что расходы достаточно большие, а заметная отдача достаточно маленькая. Ну и, конечно, вопрос доработки информационных систем для работы с МЧД, а я хочу обратить внимание, что у нас в организациях иногда от одной до бесконечности информационных систем, большинство из них работает с юридически значимыми уже электронными документами, и если это подписывают сотрудники по МЧД, значит, возникает вопрос управления всей этой лепотой даже внутри организации. и функционал, какой нужен в этих системах, тоже мы до конца еще не определили. Ну и насколько дальше будет продолжаться переходный период, у меня такие ощущения, что еще точно будет. Теперь очень кратко организационные проблемы, но они неразновно связаны с самой работой и управлением доверенностью. Смотрите, что у нас с доверенностем и классическо подписывает доверенность руководителя организации, предварительно за составление ее отвечает юрист, процедуры отзыва отслеживает юрист, учет доверенности и хранения юридической службы и службы ДОО. И вот это желательно было, но уже в современной информационной среде определенным образом решить. Но, к сожалению, когда я читаю или когда рассказываю, как работает выпуск доверенности, юристы там не упоминаются. И это меня вызывает очень большой напряг. Получается, что девочка вводит в шаблон доверенности нужные циферки, а руководитель подписывает. А юрист когда заверяет. И еще одна проблема сроки хранения доверенности. Значит, это пустили на самотек и доверили Росархиву. И надо сказать, что последние 30 лет, скажем, срок хранения вот в этих перечнях со сроками хранения по доверенностям организаций был постоянный. То есть все доверенности, которые выдал руководитель организации на представление интересов организации, нужно было хранить постоянно до ликвидации считайте организации. А в последнем перечне 19-го они установили 5 лет после истечения срока действия или отзыва. Я считаю, это ошибочный срок, но хотела бы узнать менее экспертов по этому вопросу. На этом все, хотя могла бы еще больше, но риски вот у нас какие существуют, то есть пока с контрагентом будут сохраняться нормальные отношения, это практика показывает, никто ничего делать не будет, спорить по доверенностям не будут. Но как только возникнет хоть какой-то конфликт, а если еще и финансовый, то вы сами понимаете, что все пойдут в суд и будут пытаться отменить доверенность, так же, как электронные подписи. Второй момент, это возникновение новых серых зон для мошеннических схем. Коллеги, первыми туда придут мошенники и будут злоупотреблять всеми пробелами, которые сейчас есть. Ну и 2-3 года потребуется, по моей оценке, чтобы сложилась стабильная судебная практика, которая покажет, где мы неправы на сегодняшний день. Ну и что делать? Надо признавать ошибки и максимально их исправлять. Исправить революционно мы все сразу не сможем, поэтому нужно выделять самые сложные проблемы и быстро менять, в том числе и в законодательстве, и под законные вещи, но и не ломать существующие механизмы использования. отмечу коллеги, институт доверенности начался с древнего Рима, то есть это уже тысячелетняя практика, не надо ее вбрасывать в помойку, она нам еще очень пригодится. Спасибо. Я очень гордаю. Спасибо большое, Наталья Александровна, и, наверное, сразу же хочется задать вопрос Нине Ивановне, как юристу, и, наверное, первый вопрос, действительно ли доверенность, о которой речь идет в 63 ФЗ, машиночитаемая доверенность, дает право именно на подписание электронных документов, но не на право представительства в широком смысле слова, как говорит Наталья Александровна. Я надеюсь, что микрофоны включены. Значит, уважаемые коллеги, несколько ремарок, спасибо за вопрос, вопрос действительно очень интересный, несколько ремарок. Правоприменительная практика, это не судебная практика, это правоприменительная включает судебную практику, но ею не исчерпывается. Значит, вопрос Гражданский кодекс не берет на себя функцию жизненного цикла какого-либо документа, электронного, бумажного и так далее. Это вопрос регулирования, который за его пределами. Ну и много вещей. Тут заявлено было в значительной степени разговор о сравнении доверенности с Гражданским кодексом, но вопрос вышел широко за его пределы и, честно говоря, мне показалось, не слишком структурирован. Значит, доверенность, которую мы называем машиночитаем. Ну, во-первых, рискуя навлечь на себя гнев аудитории и той, и той, которая многократно слушала семинары, связанные с машиночитаемой доверенностью, должна сказать, что у нас вообще-то машиночитаемой доверенности ни в Гражданском кодексе, ни в законе, который ввел, нет. У нас есть вот что. У нас есть доверенность в электронной форме в машиночитаемом виде. Значит, это, пожалуй, первый случай, когда вот эта конструкция, которую в просторечии называют машиночитаемой доверенностью, полностью, не просто повторяет Гражданский кодекс, она основана на Гражданском кодексе, максимально его вбирает за некоторыми исключениями, но, тем не менее, на мой взгляд, попытка вот интегрировать в Гражданский кодекс такую сложную электронную конструкцию является, еще раз говорю, это мое личное мнение, но я советую, я занимаюсь вопросами судебного права в том числе, поэтому советовалась с судьями, в принципе, это довольно, не кидайте меня камни, удачная попытка. С юридической точки зрения это удачная попытка, потому что все те упреки, которые можно высказать в адрес вот этой самой доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, абсолютно, ну, наверное, процентов 80, можно высказать и в то, и в адрес того, о чем мы говорим, как электронная сделка, электронный договор и так далее. Вот все то, что говорилось об этой доверенности, в принципе, можно сказать в адрес договора в электронном виде. Ничего тут особенного нет, и все разобрались прекрасно, и жизненный цикл такого договора, я так подозреваю, что и в связи с хранением тоже существует. Значит, на что выдается доверенность? На многое или только на подписание? В принципе, так как устроена доверенность в представленном нам виде, она может выдать, ну, поскольку у нас есть каталог полномочий, то она, конечно, не только на подписание. Возможно ли выдать доверенность только на подписание? Да, возможно. Причем я могу сказать, что это сделать можно не только в электронной форме, в машиночитаемом виде, но абсолютно то же самое происходит и в форме бумажной. Я бы сказала, что то, что мы называем машиночитаемой доверенность, не является повторением бумажного цикла, если можно так сказать. Это особый вид, но вот лично я не считаю, что нужно вводить особое понятие под названием машиночитаемая доверенность. Вот тогда оно очень сильно перевернет даже гражданско-правовое представление об этом правовом институте, а вот то, что происходит сейчас абсолютно адекватно тому, что применяется к электронному, скажем, договору. То есть это вопрос о сделке. Знаете, хочу, кстати, уточнить, недоверенность является односторонней сделкой. Односторонней сделкой является такое действие, а сделка – это действие, да, граждан или юридических лиц. Так вот, доверенностью является, вернее, односторонней сделкой является такое действие, которое называется выдача доверенности. Сама доверенность является документом. Значит, где это записано, было постановление Пленума, Верховного суда, которое уточняет вот этот вопрос. Значит, если сделка является односторонней, соответственно, нужно выявление другой стороны. Вопрос о согласии или несогласии в случае односторонней сделки не стоит. Значит, вопрос о том, что человек может отказаться от осуществления доверенности в машиночитаемом формате, я не считаю его юридическим. Это всего лишь вопрос о том, возможно ли сделать в электронном виде то, что мы привыкли делать в обычном мире. Но вот то, что произошло с доверенностью и с интеграцией в гражданский кодекс, я считаю очень позитивным явлением, потому что таким образом вот эта доверенность в электронной форме в машиночитаемом виде становится нормальной практикой, такой же нормальной, как и практика электронного заключения договоров и иных сделок. И еще, ну, дело в том, что сейчас почему-то прозвучало, что доверенность это редкая вещь, помилуйте, это очень частая односторонняя сделка, невероятно частая, одна, могу сказать о себе, вот я издала за последний год в соавторстве две книги, для того, что, ну, там сложное сочетание государственного задания и авторского права, так вот для того, чтобы подписать договорное издание, все соавторы выдавали доверенность одному лицу, и это происходит бесконечно, так что мне-то, например, нравится идея, ну, максимально приблизить эту, возможно, сложную форму к нормальному гражданскому обороту. Спасибо большое. У меня вопрос теперь к Наталье Никитиной. Как вы считаете, насколько действительно МЧД отличается от простой доверенности, и насколько сейчас те процессы, которые должны поддерживать компании, отличаются от того, что у них происходило, когда они использовали сканы доверенности, когда они работали с сертификатами юридических лиц. Спасибо. Ну, смотрите, коллеги, я так понимаю, что когда придумали МЧД, нам вообще-то хотели причинить добро. В процессе причинения мы, как вот эксперты в разных сообществах, вообще пытались обозначить и каким-то образом закрыть те дыры, которые были изначально в законодательстве. У нас получилось частично, и теперь нам придется жить с тем, что мы имеем. Ну, например, что у нас сейчас есть? Во-первых, есть зоопарк форматов. Естественно, всем хотелось, чтобы был единый формат, и я до сих пор не понимаю, почему в закон, ну, я понимаю, почему, но, к сожалению, в законе появилась норма, что каждый ФАИФ может изобретать свой велосипед. Спасибо ФНС, что они создали универсальный формат, который в принципе могут использовать все, но нет, не хотят. В результате мы вынуждены, и скорее всего это у нас нерешаемая проблема, поддерживать вот этот зоопарк. Второе, вот то, что Наталья успела сказать про бизнес-процессы. Естественно, у нас, когда выпускались бумажные доверенности, их в каком-то месте создавали, потом где-то проверяли, согласовывали, а руководитель их просто подписывал, ну, конечно же, он их не читал. Каждую доверенность он доверял, допустим, начальнику юридической службы. Что мы теперь имеем с МЧД? Вот мы искренне надеемся, что ситуация изменится, потому что в настоящий момент у нас такая история. Часть доверенности создается у нас в сервисе, попадает в блокчейн, это вот в свою компанию про СКБ-контур, на ИПГУ тех доверенностей, которые мы вынуждены создавать там, живут на ИПГУ. Очень надеюсь, что уважаемый ИПГУ позволит в конечном итоге создавать их у нас и туда передавать. Ну, а те фаилы, которые зоопарк изобрели, это, пожалуйста, заходите к ним на сайты. Чем это в результате грозит? Создавать доверенностью по-прежнему создает кто-то там, не знаю, секретарь, например, потом руководитель юридической службы ходит по всем этим чудесным местам, их согласует, а потом приходит к генеральному директору и говорит, зайди вон туда, вот это точно согласовано и подпиши. Так вот, коммерческие сервисы, по крайней мере, наши, вот эту цепочку согласования, они уже предусматривают, потому что мы понимали, что бизнес-процесс будет таким. А те, условно, сервисы, которыми мы вынуждены пользоваться, потому что у нас нет альтернативы, об этом, естественно, не подумали. И сколько мы в таком состоянии будем жить и насколько нам это создает затраты, ну, бог его знает. Ну, и остались сценарии, о которых, ну, которые не такие частые, их просто упустили, потому что нужно было решать другие проблемы, но сейчас они у нас есть. Один из примеров это доверенности на руководителей филиалов, которые с правом передоверия, которым не обязательно нотариальное удостоверение. Внимание, вопрос, каким образом при проверке МЧД определить, что это руководитель филиала? Как понимаю, ответа нет. В результате, а что нам с этим делать? Ну, идти тут заверять нотариусу. Но на данный момент мы со всей этой историей условно придумали, как жить. Нам это создает дополнительные затраты, но это не блокирующая история. Спасибо большое. Нина Ивановская, считаете ли вы это противоречим законодательству основному, гражданскому кодексу, или это просто технические особенности стерилизации? Да вот, мне понравилось, я все думала, как бы это сказать так, чтобы не обидеть ни юридическую общественность, ни тех, кто занимается технологией, потому что знаю. Но вот мне очень понравилось то, что сказала Наталья Никитина. Я повторяю, что это сложности, но это не блокирующие сложности. Единственное, что я, как юрист профессиональный, не обладающий достаточными техническими знаниями, я никогда не могу сходу определить, насколько действительно эта сложность блокирует или не блокирует. Я зато могу сказать прекрасно, какие юридические конструкции могут заблокировать любую технологическую схему. Но это как бы уже другой вопрос. Но тут надо действовать совместно. Мне, я говорю, я этот институт признаю, просто потому, что он, это тот редкий случай, когда технология попыталась освоить очень сложную гуманитарную сферу. И на самом деле, вот мы приближаемся к тому, о чем говорилось в первый день, когда мы не можем превратить регулирование, даже связанное с применением технологий, просто в какие-то прямые технологические предписания, потому что это будет аналог, ну, скажем, стандартизации или просто прямых этих самых предписаний. Вот это та самая попытка технологическим способом создать самый полноценный, действительно очень старый юридический институт, причем очень сильно применяемый. Поэтому есть блокирующие проблемы или нет, это решать тем, кто занимается технологией. Но я хочу обратить ваше внимание вот на что. Интеграция в гражданский кодекс хороша еще тем, что на эту конструкцию распространяются общие нормы гражданского кодекса, о котором, когда расследуют жизненный цикл, никогда не думают. А есть масса общей нормы о доказательствах, общей нормы о форме сделки, общей нормы о том, как она должна соответствовать или не соответствовать закону и какие последствия применяются. Вот в этом смысле я думаю, это будет помогать. Спасибо большое, Наталья Александровна. Покомментируйте. Я все сказала и с удовольствием слушаю разные точки зрения. Да, пожалуйста. Я, наверное, тогда еще добавлю такой вот нюанс, особенность. Да, сейчас обязательно привлечем в ту сторону. Хорошо. У нас буквально позавчера приняли изменения в 224-е постановление и теперь для МЧД есть еще такая вот особенность, которая отличает от обычной доверенности машиночитаемой доверенности то, что необходимо при передаче МЧД не в пакете с документом, а иным способом, например, путем размещения в информационной системе, иной, заключать соглашение с получателем документа. То есть стороны должны заключить соглашение и уже на основании этого соглашения об электронном взаимодействии можно использовать иные способы передачи, кроме передачи в пакете. Как вы считаете, насколько это тоже вот такое блокирующее, неблокирующее условие? Будет ли иметь юридическую силу документ, который подписан с использованием действующего сертификата, имеется МЧД, но при этом соглашения отсутствуют? Да, Нина Ивановна, это к вам вопрос. Уважаемые коллеги, ну, значит, рискован, может быть, злоупотребить вашим вниманием. Скажу вот что. Вот в данном случае, помня о том, что выдача верности это сделка, а в передаче в электронном виде это все-таки часть выдачи доверенности. Обратим внимание на общие положения, связанные с конструкцией гражданского кодекса, которая называется недействительность сделок. Там есть такая позиция, называемая основанием недействительности сделок, которые противоречат закону. Значит, если раньше сделки, противоречащие закону, считались недействительными, в смысле ничтожными, то есть недействительными с самого момента заключения, то сейчас позиция изменилась. Такие сделки являются оспоримыми по иску заинтересованного лица. Причем, ну, за исключением тех случаев, когда последствия такой недействительности указаны в законе, ну, условно говоря, если есть норма закона, который говорит, что если есть сделка, которая этому закону не соответствует, такая сделка ничтожна, вот тогда действительно она, вот тогда она будет недействительна. Во всех остальных случаях она будет только признана судом недействительной. До решения суда недействительной она не будет. Дело за малым, как говорится, за той заинтересованной стороной, которая может эту сделку оспорить. Значит, это вот такая юридическая конструкция, по-простому говоря, риск есть, но не факт, что он осуществится. Но не хотелось бы доводить до такого. Не хотелось бы доводить до риска, он есть, но не факт, что он осуществится. Это первое. А второе, вы знаете, в суде-то ведь никакие документы не оспоривают и не подписи там оспоривают. Суд вообще решает дело по существу и рассматривает эти вещи как доказательства. Если форма сделки не соблюдена, то, соответственно, стороны не могут ссылаться на свидетельские показания, а могут предъявлять другие письменные доказательства. Поэтому, когда что-то, вообще не хочу вас расхолаживать, но скажу в целом, когда что-то не так с подписью, ищите другие документы и вам повезет. Спасибо. Небольшая ремарка. У нас, во-первых, история умалчит, что такое пакет документов. Во-вторых, у нас уже есть сценарии, когда прислали случайным образом либо не ту, либо неправильную оформленную МЧД, в этом случае более разумно ее просто дослать, что сразу противоречит всей этой истории. И третье, а может же быть устное соглашение заключено? Мы по телефону договорились. Ищите иные письменные депутаты. Ну, в общем... Да, спасибо. Ну, конечно же, мы все понимаем, что организациям заключать соглашение со всеми своими контрагентами это такая достаточно сложная история, отвлекающие ресурсы, никто сейчас на это не хочет идти. Все хотят... Ну, потому что меня отдали. Не все готовы на это идти, и, конечно же, компании стараются сократить свои издержки и оптимизировать процессы. Вот еще один из примеров оптимизации процессов это подписание доверенности сразу пачкой. То есть есть очень много ситуаций, сценариев, когда генеральный директор подписывает доверенность сразу в большом количестве, и при этом дата совершения доверенности может быть в будущем. При этом у нас есть положение в приказе о форме доверенности, о том, что если используется метка времени, то она является датой совершения доверенности. Здесь у нас возникает некоторый конфликт. Я, наверное, сразу сейчас обращу свой вопрос к Павлу Смирнову, криптопро, который у нас присутствует в зале, Павел любезно согласился ответить на вопрос. Является ли метка доверенного времени подтверждением того, что сертификат, который использовался для подписания доверенности, он является действительным? Очень интересный вопрос. Спасибо, Елена, что вы его подняли. Действительно, он нетривиальный, и, к сожалению, мы в нашей практике сами стали свидетелями, много раз это подтверждается, что есть такое заблуждение. Вот есть метка доверенного времени в законе, значит, она подтверждает момент подписания документа, значит, мы сейчас метку получим, и у нас все будет хорошо. Простой пример, почему не хорошо. Метку вы получили через месяц сертификат, которым доверенность, ну, на примере доверенности, да, на примере доверенности через месяц сертификат отозван, например, отзыв произошел, а вы проверяете эту подпись через, там, два месяца. Да, вы знаете, что документ был подписан тогда-то, но подтвердить, что тогда сертификат был действителен, на момент два месяца назад, вы уже не можете. У вас нету цирреля, который, ну, грубо говоря, упрощенный, да, вы не можете обратиться в удостоверяющий центр, автоматически получить циррель на ту дату. И средство, проверяющее такую подпись, выдаст отрицательный ответ. Подпись не может быть проверена. Поэтому одной метки недостаточно. Когда мы начинали в нашей стране развивать тему продления срока жизни подписи, да, о чем я рассказывал в первый день на моем докладе, усовершенствованный формат подписи, мы сразу начали делать подпись, которая вам может быть известна под названием Cadiz X-Long Type 1, там у нее потом были другие названия или Cadiz A архивная подпись самая такая, вот в ней все доказательства вложены сразу и там такой проблемы нет. Поэтому одной метки недостаточно. Нужно где-то сохранить подтверждение о том, что на момент, который в метке указан, подпись была действительной. Сертификат, которым подписывался, был действительной. Павел, да, спасибо большое за комментарий. А вот как вы считаете, что с этим делать-то нужно теперь? То есть мы вот понимаем, что есть такой пробел. У нас есть упоминание в 63 ФЗ, что метка доверенного времени именно в момент подписания формируется. Но это формулировка, которая вызывает... такой двоякий вопрос. Вот чтобы все понимали, надо вести просветительскую деятельность, которой мы здесь с вами занимаемся. Чтобы помимо метки времени стали что-то добавлять еще в подписи, это отдельный вопрос, потому что сейчас и метки особо не добавляют. Вот когда начнут добавлять метки, я надеюсь, что наша с вами вот эта просветительская в том числе деятельность придет к тому, что не только метку добавить, но еще кое-что, что позволит эту подпись потом точно проверить. А у меня еще один вопрос. Там сказано дата совершения. Нина Ивановна, вот дата совершения это дата начала действия полномочий или нет? Уважаемый коллег, даже не знаю, чего такой вопрос возник. Он абсолютно так же возникает в отношении бумажной доверенности. Вот смотрите, дата совершения это совершенно не означает начало полномочий. Очень простой пример, который относится и к машинам читаемой доверенности, да какой угодно. Вот смотрите, дата совершения это дата совершения сделки, то есть дата выдачи доверенности. Но доверенность может быть выдана на какое-то число или на какой-то период, который будет совершен в будущем. Самый простой, вот мне, например, было такое в моей жизни, значит, был такой Банк Империал, а потом решил этот Банк обанкротиться. У Банка Империал были акционеры и собрались 33% акционеров, выбрали меня, я спросила, почему они сказали, да потому что вас ищи-не ищи, у вас никакой заинтересованности не найдете. И сказали, а теперь вот мы тебе выдаем доверенность вот на такую-то дату, и ты давай представляй 33% акционеров, а что мне делать, сказала я. Если бы это было машиночитаемое, мне бы, наверное, написали. Мне сказали, а ничего не делай, что бы они там не говорили, все время говори нет, моя группа акционеров не согласна. Значит, на пятом нет, мне представитель одной крупной нефтяной компании сказал, если вы будете так себя вести, мы с вами будем по-другому разговаривать. Вот, но главное, то что, значит, прошу прощения за офф-топ, но, значит, главное вот заключается в том, что сделка может быть совершена в одну дату, а действия полномочий могут начинаться с даты другой, ну и заканчиваются и так далее. Важно только, чтобы дата совершения доверенности была обязательна. А у нас дата начала действия полномочий вообще в форме присутствует? Ну, если это сделка, начнутся. Кто-нибудь помнит? Александр, не помните? Оно явным образом не присутствует, но его можно сделать в виде ограничения, которые мы говорили, что предусмотреть его как вот… То есть, смотрите, коллеги, верно я понимаю, у нас есть дата совершения, и если нет отдельной даты начала действия полномочий, то дата совершения считается даткой начала действия полномочий. Если такая дата есть отдельно, то она не должна быть раньше даты совершения, это всем понятно, и полномочия действуют ровно с этой датой. Но мне кажется, у нас сейчас такой сценарий не работает, потому что никто не понимает, что это две даты Такое предложение прозвучало, как я помню, в одном из чатов, многочисленных посвященных МЧД, и мне кажется, это приведет к каким-то более сложным проверкам. Одно дело ограничение проверять по наличию каких-то реквизитов, а здесь, наверное, будет более сложная проверка. Всех интересует просто, а действует ли на момент проверки полномочий, началось действие или нет? Всех это интересует. Вообще это очень важно, потому что в корпоративных отношениях это играет очень большую роль, но в связи, скажем, с участием в общем собрании и так далее. То есть, когда эти полномочия начинают действовать, и когда они заканчиваются, кстати, в принципе, это важно. Но опять же, критично ли, как ты сказала, Наташа, является ли это неблокирующим? Спасибо, коллеги. Ну мы наконец-то переходим плавно к нашим практикам. И вопрос, наверное, тогда к Максиму Букину первый. Максим, скажи, пожалуйста, какие ты видишь отличия у МЧД и простой доверенности? То есть какие новые сейчас процессы появились в связи с МЧД? Да, добрый день, коллеги. Хочется, наверное, пошутить, она не бумажная, да? Чего хочется сказать вообще, как бы перед тем, как ответить на вопрос. Много критикует машиночитаемая доверенность, что сейчас много пробелов, много сложности с ней. Ну действительно, сложности много. У меня почему-то проводится параллель с рождением ребенка. Вот у нас машиночитаемая доверенность родилась там буквально вот-вот. Ну да, там мы долго готовились нормативно, но в свет она вышла в сентябре. И по сути мы сейчас будем нарабатывать практику и нарабатывать, ну, исключать все те ошибки или те сложности, которые есть. Даже, ну, как бы почему с ребенком, ну, как бы во многих конфессиях ребенок там до определенного возраста считается безгрешным. Давайте на доверенность не будем обижаться, она сейчас безгрешная. Если говорить уже действительно там о различиях, ну, на мой взгляд, я смотрю как эксперт на доверенность, и, в принципе, коллеги мои смотрят как на перспективу. То есть это перспектива для того, чтобы в будущем автоматизировать обработку электроновых документов. Да, мы сначала сейчас будем это где-то наручно делать, где-то как-то проверять, не доверять, но постепенно это как раз цель к тому, чтобы появившиеся документы, формализованные в первую очередь договоры, которые больше всех интересуют, автоматизировать их обработку. То есть, по сути, рождение машиночитаемой доверенности, появление нашей бытности и сущности в текущей, как раз упростит бизнесу возможность проверять это все в автоматизированном режиме. Да, я думаю, что уважаемые юристы будут всегда против говорить, что там, наверное, где-то что-то опасное, и бухгалтера любят там копии бумажных документов в сейф сложить на всякий случай. Я надеюсь, что светлое будущее того, когда мы все-таки перейдем на электронный формат, сэкономим кучу денег и сохраним кучу деревьев, не тратя бумагу на это, он произойдет. Тем самым, как бы, рождение машиночитаемой доверенности – это все-таки перспектива, на которую стоит обратить внимание и плотнее заняться, и, как я вначале сказал, немножко прощать те грехи, которые у нее сейчас есть. Спасибо. Максим, у меня вопрос чисто практичный. Вот у вас подходы к срокам хранения доверенности? Что вы имеете в виду, подходы по долгосрочности? Сколько хранить? Сколько нужно хранить доверенность? Смотрите, что касается хранения доверенности, тут в каждом процессе подход может быть разным. Во-первых, допустим, если касаться нашей организации, то у нас большинство доверенностей нотариальные. То есть для взаимодействия с контрагентами мы используем нотариальные доверенности. И в части нотариальных доверенностей, в зависимости от сделок, там тоже регуляторика ведь своя есть. И где-то сделки с недвижимостью, где-то сделки по Центробанку идут, где-то сделки идут по взаимодействию просто с клиентами, по кредитованию. И там тоже это срок жизни доверенности и сроки полномочия тоже определяются иногда требованием закона, иногда должностными обязанностями пользователя. То есть на определенных позициях люди недолго работают, потому что мы как текучка есть, как в любой организации, не только у нас, как бы я даже нас как пример не привожу. Поэтому сроки жизни доверенности могут быть абсолютно разные в зависимости от процесса. То есть это нужно будет еще, на мой взгляд, подстроить и перестроить. Пока на текущий момент кажется, что все пытаются натянуть, уж извините за плохое слово, натянуть вот эту машиночитаемую доверенность на сущность бумажных доверенностей. А это не совсем так. Я считаю, что мы постепенно от этого отойдем и будем воспринимать это как доверенность, но как индивидуальный инструмент, который для цифрового взаимодействия бизнеса. Спасибо большое, Максим. Ирина, теперь к вам вопрос. Какие вы отличия видите, специфика МЧД для вас в чем заключается? То есть какие, возможно, сложности уже возникли при внедрении МЧД? Да, коллеги, добрый день. Мы заранее в развитии детей, на самом деле, потому что МЧД мы уже используем в нашей работе и столкнулись, конечно, с одной из основной проблемой, которая касается как раз полномочий. Дело в том, что когда мы начинали весь этот процесс в банке, полномочий было очень мало. Это был ФНС, это было ЦБ, а процессов в банке требовали полномочий много. То есть когда мы собирали информацию, мы собрали таких полномочий около двух тысяч. Мы подготовили запрос, мы отправили запрос с тем, как бы нам эти полномочия оцифровать, взять их код и сделать действительно правильный, хороший МЧД, который автоматически будет проверяться. К сожалению, это оказалось невозможным, потому что количество символов наших полномочий встречается, даже если просто для оцифровки около двух тысяч символов бывает. У нас есть доверенности, в которых и 16 тысяч знаков, и 20 тысяч знаков. И если, например, формат второй позволял… Понимаете, да, что это никак не машиночитаемая полномочия, это как рынок нам говорил, ну что вы там по поводу вот этого классификатора, зачем он вам нужен, используйте текст. Мы с удовольствием, мы используем, нам не хватает места. Потому что если второй формат предполагал, что количество текстовых полномочий может быть сколько угодно блоками, то третий формат, который единый формат сейчас, один блок и всего 10 тысяч знаков. А это говорит о том, что мы наши доверенности должны делить на две, три, четыре и подписывать. Ну, в общем, да, очень тяжелая ситуация. Вот, поэтому мы бы рады бы все это использовать и стараться это внедрять, тем более, что мы готовы, нам интересно. Но вот текущая ситуация, она даже не приближена к бумаге. Нам тяжело. Ну, как вы правильно заметили, это в любом случае будет обрабатываться вручную. То есть понятно, что это не для автоматической проверки. Ну да, да, текст – это руки. Это не машиночитаемая. Да, очевидно, это как раз для многих тех ситуаций, которые не связаны исключительно с подписанием электронных документов. То есть это, возможно, еще какие-то действия, которые идут в дополнение к подписанию электронных документов. Да, это связано полномочия с тем, что присутствует большое количество ограничений. Даже сложно предположить, что там вы можете записать в такой огромный текст. И кто это читает, а как анализирует? Юристы, нет, я хочу сказать, что у нас даже машиночитаемые доверенности изначально делают юристы. Конечно. У всех делают юристы. Тогда возникает вопрос, а действительно ли стоит МЧД использовать так широко? То есть вот если есть такие ограничения, нужно ли их использовать не только в сфере применения электронной подписи квалифицированной, но и для других действий? Ну, мы же с вами хотим развиваться дальше. Мы же не должны стоять на месте. У нас хороший инструмент, инструмент, который позволит развивать рынок, ну, как бы, как вы знаете, машиночитаемой доверенности, она завязана еще и на сам документ. Мы все присутствуем в чате, мы все помним предложение, чтобы искусственный интеллект анализировал текст, сопоставлял с полномочиями, это наконец-то будет все автоматизировано. Вы это серьезно верите? Да. Нет, это нормально, но искусственный интеллект – это не гарантированная история. То есть на самом деле вы можете накрутить там сложную семантику, прикрутить искусственный интеллект, но в результате вы получите не стопроцентную вероятность вывода. А вы же банк крупный. Как вы нахудраете? Я к тому, что я за развитие, но за разумное предложение было не мое, но оно было интересное. Коллеги, на самом деле, вот хочу поддержать насчет искусственного интеллекта, есть целая концепция использования элементов искусственного интеллекта в судебной деятельности, и как вы сами понимаете, для того, чтобы вести дела, там, скажем, подавать исковое заявление, им тоже нужны доверенности, нужно проверять полномочия. Судья проверяет полномочия. Они, кстати, однотипно для судебной деятельности формулируются, и вот есть целый, ну, как бы целый цикл, если можно так выразиться, механических действий, которые делает судья. Например, пересчитывает какие-то цифры, там, пересчитывает пошлины, проверяет вот эти полномочия, для этого допустимо использовать элементы искусственного интеллекта. В таком случае, вот это как раз поле для этого интеллекта. Спасибо. Давайте мы сейчас продолжим основную нашу линию. Вот как раз в связи с этим возникает еще один вопрос. То есть я повторюсь немножко, вернусь к тому, с чего мы начали. Получается, что МЧД можно использовать для подписания иных документов, бумажных документов, например, и можно использовать для подтверждения полномочий на иные действия. Правильно я понимаю? Или это не совсем корректно? Специально консультировалась. Вы знаете, нет запрета использовать машиночитаемую доверенность для совершения действий не в электронном виде, вот я так широко скажу. И можно также точно использовать бумажную доверенность для совершения действий в электронном виде. Никаких запретов нет. Если они появятся где-то, ну тогда на них надо ориентироваться. Тогда наказание должно возникнуть. Прямых запретов нет, как ни странно. Специально сначала решила так, потом проконсультировалась с судей. Ну, в общем, пока так. Спасибо большое. Ну, таким образом, желание ВТБ, банка ВТБ и, может быть, других игроков использовать текстовое описание полномочий для того, чтобы туда, в общем-то, все потребности свои включить. Ну, оно, в общем-то, вполне нормально, да, с правой точки зрения. Но тогда у меня возникает вопрос к Александру Тютрюмову. Как у нас должен работать наш классификатор в этом случае? Потому что у нас возникают, помимо каких-то очевидных связей B2B и B2G, еще различные другие связи, многое-многое ко многому, да, когда у нас, например, тот же ЦБ, например, регулирует не только деятельность кредитных организаций, но и также деятельность других хозяйствующих субъектов, которые взаимодействуют с банками, да, и, возможно, здесь тоже какая-то гармонизация требуется. Как это обеспечить на уровне классификатора полномочий? Ну, вообще классификатор все-таки предполагается, что он должен быть машиночитаемый, то есть машиночитаемые доверенности, машиночитаемые полномочия в этом классификаторе. То есть, и вот если пример коллег брать, которые говорят, что вот они все текстом описывают и не помещаются там, в общем, в структуру поля, в общем, ну, это все-таки немножко отклонение от того, что, для чего задумывалась машиночитаемая доверенность. Вот, а классификатор мы сейчас разработали, уже опубликовали со структурой, что есть, собственно, полномочия, и есть определенный набор ограничений или уточнение к этому полномочию, который как конструктор, как из кубиков строит, собственно, их формулирует за полномочия. И тут неважно, B2B, оно или B2G, как бы здесь можно построить все, как вот человек, когда пишет, как бы вручную, да, вот я вот доверяю тому-то, тому-то, вот то-то, то-то, то-то. Вот здесь мы предположили, что должна быть именно аналогичная структура. Ну, как сейчас это должно работать? Вот именно буквально, да, какие справочники у нас сейчас есть для того, чтобы можно было понимать, как это друг с другом должно сосуществовать? Потому что у нас есть, например, справочник полномочий, там есть и те полномочия, которые просто нужны бизнесу, о которых мы с вами общались, да, говорили, что просто подписывать электронные документы, к которым относятся ограничения. И есть, например, полномочия, которые как раз Центральный банк предложил, например. Как их разводить друг с другом? Ну, у нас есть, так называемые, скажем так, плоские полномочия, когда вот оно само в себе содержит вот все, что оно должно быть, то есть без каких-то там ограничений, без каких-то уточнений. Вот они содержатся вот в нашем классификаторе, в нашем справочнике. Вот есть структура, связанная с группами полномочий, то есть можно для удобства, чтобы визуализировать то есть информационные системы, в которые должна, собственно, машиночитаемая доверенность выпускаться, что разбить их по группам, и в каждой группе будет как бы свое полномочие. Оно может быть как плоским, так и тем, которые связаны с тем, которые должны использоваться для ограничений. Есть еще два справочника как раз с ограничениями, которым как раз можно комбинировать с полномочиями, связанными, ну вот, которые не плоские, а именно структурированные, вот, и как бы использовать таким образом, вот добиваться необходимых. Спасибо. Да, я хотела дополнить. Смотрите, вот Наталья тут сказала такую версию, которая на самом деле изначально была. Мы сейчас сделаем классификатор и будем автоматизированно проверять все МЧД. Это утопия, коллеги. Совершенно все случаи оформления доверенности, человеческая фантазия безгранична. Иначе у нас просто будет какая-то огромная помойка, которой будет невозможно пользоваться. И поэтому сейчас классификатор, то, что мы туда вкладываем, он содержит ровно те полномочия-ограничения, которые, как я вот считаю, позволят нам закрыть большинство стандартных сценариях применения электронных документов. Если мы там условные 70%, 80% сможем проверять автоматически, мы победили. Но не думайте, что вы сможете покрыть 100%, потому что там все что угодно можно делегировать, в том числе, там, доверенность на выгул собачки. Вот так. Я прошу прощения, просто хочу сказать, что это все равно очень неплохо, потому что есть масса рутинной работы по сравнению с содержателем. Если эта рутинная работа будет автоматизирована, это на самом деле очень хорошо. А у меня вопрос к кредитным организациям, вот о практике работы, да? Значит, у нас сейчас предусмотрен переход от электронной подписи сотрудника к электронной подписи физического лица плюс МЧД при работе даже внутри организации. Вот скажите, у вас эта работа уже пошла, или вы все-таки пока используете электронные подписи сотрудников? Да, спасибо, вопрос интересный. На самом деле в нашей практике, именно внутри организации мы используем неквалифицированную подпись. И у нас большинство документов, если не все подписываются именно неквалифицированной подписью, и для нас этот вопрос неактуален, к примеру. Но в то же время, когда подходили вот к этому периоду 1 сентября, большое количество наших сотрудников, конечно же, владеют квалифицированными сертификатами и совершают сделки в тех или иных интересах. Мы со своей стороны посмотрели на это путем перевыпуска всех этих сертификатов, так как мы сами аккредитованы в индустрияющий центр, и все сертификаты сотрудников мы перевыпустили. Понятно, что все потребности не закрыть. Есть, опять же, текучка, о которой я говорю. Есть новые подразделения, есть новые проекты, которые открываются, и там уже будет использоваться МЧД. Но это все наружу. Это B2B и B2G взаимодействие. Что касается корпоративного взаимодействия, то это неквалифицированные сертификаты. Эта практика нами давно применяется, и это на самом деле удобно и прозрачно. То есть мы были во всех экспериментах, которые по НЭПу, в том числе по кадровому ЭДО. И мне, как эксперту, кажется, что это оптимальный выбор и выход из ситуации для корпоративного взаимодействия. Мы тоже самое применяем и для нашего ДБО взаимодействия. У нас по ДБО обслуживание идет по неквалифицированным сертификатам. Мы сами управляем жизненным циклом, то есть в соответствии с регламентами, конечно, деятельности удостоверяющего центра. Но, опять же, мы не попали под влияние того, что сейчас, может, плохое слово, объединение, наверное, не монополизация, объединение вокруг государства вот этой функции по выдаче КЭПов для гендиректоров. Мы продолжаем управлять КЭПами гендиректоров, помогать им, вернее, получать эти КЭПы у себя в удостоверяющем центре и оперативно это делать. То есть есть требования жесткие по получению КЭПа. По получению НЭПа все взаимодействие с сторон определено. Тем самым мы снижаем нагрузку на бизнес и оперативность получения этих инструментов. А ВТБ как с этим? Ну, ВТБ фактически то же самое. У нас тоже для внутреннего ЭДО используются неквалифицированные подписи. Но вовне мы уже для взаимодействия с ФНС, МСЦП мы активно используем уже МЧД. Ну, потому что ФНС и ЦБ, они, кодополномочия, у них завязаны документы, у них полностью автоматически вот этот документ оборот, который позволяет МЧД использовать так, как он задумывался. У нас есть такая практика, да. Понятно. И вопрос последний, мой, любопытный к обоим. Скажите, у вас были случаи, когда сотрудники отказывались получать УКЭП? И что, как вы решали это? Отказывались получать УКЭП? Физлица, я имею в виду. Нет, у нас пока такого не было, потому что у нас не настолько распространено, чтобы люди осознали разницу и сказали, что нет, я не хочу. Нет, пока не было, и пока таких рисков мы не видим. Это похоже на вопрос. У вас сложности настройки были? Нет, будут. Ну, наверное, переход к сертификатам, как у меня все время одергивают коллеги. Подписи мы не выдаем, подписи мы накладываем на документ. Сертификаты нашим сотрудникам. Мы пока выдавали все, как я сказал, в виде сертификатов сотрудников. Что касается сертификатов из лиц, ну, как бы, никого не секрет, что мы крупный цифровой банк. И у нас цифровизация повсюду, и народ погружен в это. И относятся в том числе к новым инструментам с пониманием и сознанием, потому что они каждый день на клиенты транслируют. Такие ситуации не исключены. У людей свой мозг, свое мышление, как бы, и вставить его туда чужое им не получится. Были антиваксеры, стали антикеперы. Ситуации могут быть такие, как бы, но я думаю, что все решаемо и все обсуждаемо. Как бы, это в основном почему отказ идет от слабого погружения? Вы вспомните, как мы все переходили на кредитные карты, ну, или просто на пластик с бумажных денег. Все тряслись там, что-то не понимали, как с этим жить. Ничего, все сейчас пользуются бумагой, наверное, только где-то в регионах, в деревнях, и то там везде эквайринг уже работает. Здесь все то же самое, я считаю. Максим, спасибо большое за ответ. Как вообще сейчас регламенты прописываются для работы с УКЭП физлица и с МЧД? То есть наверняка сейчас должна быть вся процедура прописана с учетом полного цикла жизни, в том числе МЧД, да, то есть отмена… Прописывается кровью, да, кровью. Да, как вы планируете отзывать доверенность при увольнении сотрудников, отслеживать это, вот на самом деле это, наверное, очень такой чувствительный момент для организации, как у вас это будет построено? Спасибо большое, вопрос интересный, действительно, я хотел еще при первом слое его затронуть, забыл, спасибо, что напомнило. На самом деле, как у нас это построено, это, наверное, пример большой организации, он правильный слишком, там все зарегламентировано и зарегулировано, то есть автоматизация везде, во-первых, во-вторых, кадровая служба активно за этим следит, потому что большой штат народа и большой штат в том числе и кадровая служба. Здесь мы никаких изменений для себя не увидим, грубо говоря, это новый пункт просто в том, как сотрудник увольняется или переводится куда-то, просто у него там, грубо говоря, раньше использовалась бумажная доверенность для сделок, связанных с использованием квалифицированной электронной подписи, сейчас у него будет использоваться доверенность в электронном формате, и, ну, просто это небольшие изменения. Что касается ведения бизнеса, то здесь очень хотелось бы сделать на этом акцент, на самом деле, тот, кто не вел эту работу ранее, рекомендую этим заняться, потому что на текущий момент, если организация, мы являемся еще и оператором машиночитаемых доверенностей, как удостоверяющий центр, мы их сами можем издавать и, соответственно, своих сотрудников награждать, несмотря на то, что там большая часть у нас через нотариус идет. Это тоже определенными там вопросами обвязано. Что касается, ну, там, малого бизнеса или там среднего бизнеса, то здесь я бы рекомендовал, на самом деле, вести обязательный учет машиночитаемых доверенностей операторов там, где это выдавалось, потому что доверенность, как правило, будет храниться у пользователя, либо в информационной системе оператора, и при увольнении, по сути, остается возможность доверенности это использовать для своей деятельности. Ну, то есть обиженный сотрудник может натворить столько дел, поэтому, друзья, я очень рекомендую вам вести учет. Бумажный учет доверенности, как правило, в организациях ведется. Не забудьте сделать то же самое с электронными доверенностями, потому что на текущий момент, к сожалению, нет инструмента посмотреть, что выдавалось от конкретной организации. То есть под ФАИВы есть определенные, каждый ФАИВ может, в принципе, выдавать доверенность. Кто-то встал там на единую платформу ФНС, и, наверное, это правильный выбор, там оптимизировал свои подходы к этому снаряду. Но в то же время есть и взаимодействие с контрагентами, и там операторами МЧД могут выступать разные организации. То есть, как сегодня уже говорили, там целый зоопарк МЧД может быть, и операторов целый зоопарк может быть. Поэтому обязательно учет введите, в противном случае будут какие-то сложности, которые, в том числе, коллеги с юридическим уклоном уже объясняли. То же самое, я думаю, и для физлиц очень полезная тема. При увольнении с организацией обязательно заботиться этим вопросом, для того, чтобы не было какого-то негатива со стороны работодателя. Не все работодатели, к сожалению, у нас чистоплотные, такие ситуации тоже бывают. Поэтому это обоюдно. И бизнесу, и гражданам нужно заниматься учетом своих МЧД и квалифицированных сертификатов. Спасибо за вопрос. Максим, огромное спасибо, очень полезная информация. И сразу как раз вопрос к Александру Тетюруму. Как будет работать реестр сведений об отмененных доверенностях? И, кстати говоря, будет ли возможность поиска по организации? Вот интересный момент затронул Максим, чтобы посмотреть от организации, какие подписанты вообще имеют полномочия действовать. Может быть, нарисовался какой-то подписант, у которого нету полномочия. Спасибо за вопрос. Ну, смотрите, сейчас уже внесли действительно изменения. Вот буквально позавчера было принято постановление, которое говорит о том, что реестр сведений об МЧД будет располагаться в единой системе идентификации, и о идентификации. У нас уже выведены и действует, собственно, рест-сервис для того, чтобы отправлять информацию о выданных машиночитаемых доверенностях, то есть его данные описаны без персональных данных, то есть там просто какой-то минимально необходимый набор для того, чтобы доверенность идентифицировать. И сейчас мы разрабатываем аналогичный рест-сервис для того, чтобы можно было запросить сведения о тех доверенностях, которые, собственно, были до этого отправлены в реестр. Поэтому будет запрос на ответная модель по поводу того, будем ли мы как-то там проверять данные, чтобы было озвучено о том, что, не знаю, доверитель, к сожалению, скончался или еще что-то. Это тоже был мой вопрос, я его не успела. Да-да-да. Но это не связано с реестром. Это наша вторая часть, которая есть в ЕСИ. Это, собственно, у нас есть платформа полномочий, которая, собственно, позволяет выпускать доверенности. И дальше мы будем те доверенности, которые у нас есть, как-то валидировать и проверять уже на основании этих данных, которые там пришли из EGRSACS о смерти, либо из EGRUALGRIP, которые даже у нас есть доступ о том, что там прекращение полномочий действия юридического лица или индивидуального предпринимателя прекращено. И дальше уже вставить соответствующий статус в ту доверенность, которая у нас будет содержаться. Спасибо большое. Ну, наверное, сразу же будет вопрос еще и по функционалу EGRU. То есть каким образом можно будет работать с порталом для того, чтобы, во-первых, получать те же самые доверенности, зарегистрированными в ЦПРР, и, во-вторых, иметь возможность проводить какую-то процедуру согласования или хотя бы работать с черновиком для того, чтобы действительно для генеральных директоров осталось только подписание документа, ну, я имею в виду доверенности, да, а, собственно, сам процесс работы строился, ну, практически так, как он сейчас идет. Ну, собственно, возможность создавать черновики доверенности для подписания руководителя у нас уже есть в настоящий момент по поводу того, чтобы сделать какую-то там сложную цепочку согласования там в виде там некого какого-то там седа, да, всем привычного. Это, ну, кажется, не совсем функциональность портала, поэтому здесь вся, как бы, ответственность ложится на плечи того, кто создает этот черновик доверенности. То есть это должен быть, ну, не просто там секретарь, это должен быть юрист, который понимает, какие туда включить полномочия. Юристу доверенности создавать там пару тысяч в организации. Ну, хорошо, нам надо вам передавать просто доверенности, мы у себя цепочку согласования сделаем. По поводу того, чтобы сделать на портале систему хранения доверенности, которая тоже, ну, как бы предполагается, что вот в новой версии постановления, в принципе, мы об этом думаем, вот в следующем году, если все хорошо у нас будет с финансированием, скажем так, то мы обязательно это реализуем. Также и интеграция с CPRR, то есть здесь мы тоже говорили уже с коллегами из ВНС по поводу того, чтобы нам установить свой узел, их сети распределенного реестра. Вот тоже, в общем, все зависит, скажем так, от имеющихся ресурсов. Спасибо большое, Александр. У нас еще есть очень интересный эксперт в зале, Дмитрий Москаленко, Республика Беларусь. Сейчас я точно назову вашу должность, заместитель начальника Республиканского удостоверяющего центра Республиканского унитарного предприятия Национального центра электронных услуг. Да, Дмитрий, пожалуйста, расскажите, а как вы будете с нашей доверенностью работать? Еще интересный аспект. Очень интересный вопрос. Когда еще все это дело начиналось, пять лет назад в таком же зале я рассказывал про опыт Республики Беларусь, про атрибутные сертификаты, которые, в общем-то, у нас внедрены с 2014 года фактически вместе с Республиканским удостоверяющим центром. Основанная технология, то есть она полностью лежит внутри X509, есть международный стандарт РФС, который тоже описывает эту технологию. Просто так получилось, что никто в мире, кроме Беларуси, не захотел воспользоваться этим стандартом. И мы прошли такой длинный путь. Нас все отговаривали, включая европейцев, что ребята, это мертвая технология. Мы ее внедрили, она не мертвая. И сейчас, два года назад, уже представители Европейского Союза тут выступала, докладчик, правда, по ВКС. Она сказала, что новая версия ЕДАСа будет уже содержать в том числе вот эти вот атрибутные сертификаты. То есть Европа про них вспомнила. А Российская Федерация почему-то решила пойти своим путем. Я вот наблюдаю эту историю с самого начала. Я вам честно скажу, взгляд со стороны вы пытаетесь скрестить ужас ежом. PKI, вот тот форум называется, он же касается электронной своей подписи. МЧД к электронной своей подписи не имеет никакого отношения. Вы ее пытаетесь прикрутить. Сейчас у вас, как снежный ком, нарастают проблемы, потому что вы пытаетесь родить технологию, которую никто не рождал. Все придумано. Атрибутные сертификаты позволяют фактически минимальными затратами внедрить вот эту вот историю внутрь электронной своей подписи. И управлять этим можно кому угодно, легкоуправляемое, все понятное. Когда я пять лет рассказывал про нашу, значит, эту историю, представители PKI сообщества задавали мне интересный вопрос. А кто заплатит нам за доработку наших криптопровайдеров, чтобы они поддерживали атрибутные сертификаты? А сейчас вы думаете, как построить новую экосистему, которая даже, наверное, не в десятки, а в сотни, а может быть и больше раз это все стоит дороже? Сейчас сами уже в уши смотрите, как это все происходит, но все равно пока продолжайте идти. Я еще не поднял вопрос трансграна. Спасибо вам большое. Мы уже сейчас, учитывая, что у нас как бы секция была по трансграну, мы уже давно это думаем, а как мы будем с вашей машиночитаемой доверенностью нормально работать? Вы сейчас фактически начинаете строить забор вокруг Российской Федерации, информационный, потому что та технология, которую вы внедряете, вы не думаете, как с этой технологией будут работать даже ваши ближайшие соседи. Я не говорю уже, значит, там Республика Беларусь, мы, конечно, как-нибудь найдем общее взаимопонимание, значит, научимся каким-то образом, значит, с вашей машиночитаемой доверенностью работать, да, но кроме Республики Беларусь вообще там мир-то большой. Я не уверен, что даже вот, казалось бы, китайские, значит, наши друзья, которые готовы работать по любой технологии, они будут в восторге от машиночитаемой доверенности. Вот мне даже интересно посмотреть, чем это все закончится, и как вы потом начнете придумывать, значит, и писать исключения, да, когда вот окажется, что для того, чтобы взаимодействовать со всем миром, машиночитаемая доверенность не подходит, и вам нужно просто опять вспоминать про старые добрые сертификаты, ну, представителей юридических лиц, ну, или вот как сейчас вы умудряетесь даже сразу писать, что вот через год, хотя уже вот 1 сентября должны были отменить, сертификаты представителей юридических лиц издаваться не будут, только машиночитаемой доверенности. Один раз перенесли срок, второй раз перенесли, мы внимательно следим, смотрим, потому что у нас уже тоже нам дают команду, значит, разрабатывать какие-то механизмы для того, чтобы мы могли с этим работать. В первую очередь Министерство по налоговому. Поэтому интересно все это смотреть, но я бы все-таки вот предполагал попробовать параллельно все-таки вспомнить вот эту вот историю о атрибутных сертификатах в рамках электронной подписи и хотя бы, может быть, в рамках эксперимента попробовать ее запустить параллельно. Я боюсь, что в итоге вы увидите, что она намного проще и забудете про свои машиночитаемые доверенности. Спасибо. Спасибо большое. Да, судя по активным аплодисментам. В общем, я, наверное... Живой отклик. Не, ну я на самом деле была сразу за атрибутники, но с тех пор мы уже столько сделали, что решение проблемы, как это показать Беларуси, это не самая большая и сложная задача. Найдем, покажем. Наверное, Наташу... Лен, прости, пожалуйста. Наташу сложно не поддержать, наверное, все сообщество говорило о том, что Дмитрий сегодня обозначил, но уже, по-моему, осталось машину, которую мы создали, заправить и поехать. Будем заправлять уже. Ну и по дороге будем подкачивать колеса. А потом все-таки... Я, конечно, прошу прощения, я не сильно технологически, конечно, но я хочу сказать, что доверенность значительно больше вопросов решает, нежели атрибутник. В юридических, по крайней мере, точно. Я бы не сказала. Нет, я бы не сказала. Вот, потому что доверенность – это больше, чем просто право подписать. Это сильно больше. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь, меня поправят. Это просто значительно больше функционалов, по крайней мере, в юридическом контексте. Ну, смотрите, давайте я сейчас в завершении этого разговора озвучу вам результаты опроса, который проходил в чате PKI-форма. Лена, а можно чуть-чуть дополним? Мы, может быть, это мировой опыт тогда как раз из нас возьмут и пойдут в машиночитаемые доверенности в Европе. Это амбициозно очень, конечно. Может быть, и так. Я во все верю. Я верю в нашу страну. У нас еще останется 15 минут. Да, мы верим в нашу страну. У нас еще останется минут 15 на вопрос-ответы, если у вас будет желание задать вопрос или комментарий какой-то дать. Но я с нашей стороны хотела бы, наверное, завершить результатами опроса, которые проходили в чате PKI-клуб, наверное, правильно назвать. PKI-клуб, да. Лично вы получили сертификат физлица и МЧД от руководителя. 44% ответили, нет, пока не требовалось и на всякий случай получил свежий сертификат сотрудника. 41, нет, пока не требовалось, использую сотрудник, полученный ранее. То есть у нас 80% с лишним. Да, 85. 9% да, получил и уже использую. 6% да, получил, но использовать пока не доводилось. Ну, в общем, это достаточно хорошо иллюстрировать. У меня был свой вариант, я озвучу. У меня есть сертификат сотрудника и МЧД, и ничто не противоречит. То есть сертификат сотрудника не означает наличие полномочий, так если что. То есть ФНС у нас никогда не принимала отчетность, просто подписанную сертификатом, выданным на организацию, если это не руководитель. То есть там всегда требовалась доверенность, и, собственно говоря, ничто не мешает использовать МЧД со сертификатом сотрудника, например, начинать в таком виде документооборот, потом переходить на физика. Так уже два года ничему не мешает, как все действует. Просто нет обязанности, но есть возможность. Но возможность не была достаточно подкреплена различными условиями, ресурсами и так далее. Коллеги, вопросы, пожалуйста. О, как много. Так, я сейчас не знаю, как лучше нам организовать передачу. А есть там кто-нибудь, кто микрофон может носить? Да-да-да, но мы же помогаем. Спасибо большое. О, отличный вопрос. Смотрите, нам нужно для того, чтобы автоматизированную проверку организовать, нам нужно однозначное соответствие каких-то реквизитов документа, каким-то полномочиям в МЧД. И поскольку у нас самый частый сценарий использования это все-таки счета, фактуры и универсальные передаточные документы, мы попросили уважаемую ФНС России, чтобы внесли изменения в формат универсального передаточного документа для обеспечения вот этого однозначного соответствия ровно под тем сценарием, наиболее часто используемым бизнесом, по которым мы формировали справочники, классификаторы полномочий. Когда это чудо произойдет, можно будет автоматизировать, ну вот, я так, по прикидкам, 70% документов. Самые массовые, самые востребованные, да. Да-да, не знаю, на вашу картиночку. Значит, рассказываешь, что не мешает, что не мешает. Как, как можно в СМЧД сотрудникам о гражданстве правового договора? А что такое, как работать с МЧД? С какой стороны применяется МЧД? Компания. Отличный МЧД так же. Просто МЧД. И что? Какая разница? Они не могут не быть сотрудниками, они же не сертификат сотрудника используют, они используют сертификат физлица и доверенность, которую могут выдать на любое лицо. Так и неважно, они являются представителями организации. В данном случае все, они обязаны быть сотрудниками. То есть просто представители организации, которые действуют по доверенности. Да, кстати, да. Это может быть не сотрудник, может кто угодно. Например, приведите, они разные могут быть с кем-то юридически. Они являются с кем-то лицом. Так понятно, все сейчас являются. ИП может быть представителем юрлица. Юридическое лицо может быть представителем юрлица. Неважно. Если договор капиталов, мы считаем, что они будут получать регулировки. Договор желательно, это все прописывает, конечно. Отношения между сторонами. Нет, это все равно не предмет, здесь вот как бы договором остается. Одна организация, руководитель дает полномочия действовать от ее лица кому угодно. И неважно, сотрудник это, или, не знаю, ИП, адвокат или еще кто-то. Здесь вообще нет разницы. Кстати, удобнее между братьевской лицом. Ну, для минусов есть кто-то, кто не считает. С лицом удобнее. В том-то и дело, оно интегрируется как бы в естественный порядок. Нравится вам это или нет? В нормативке про это не сложно. Ну, в нормативке нельзя. Вот еще раз хочу. Вспомните, первый день нашего заседания нашелся один человек, глубоко мыслящий, который сказал, что не каждая шахта должна быть записана в нормативке. Это же-таки нормативный документ, ну, юридический документ, а не инструкция. Так, во-первых, я вам позвоню на то, что узнавали, вот, на то, что у нас было. По анастасискации, наверное, это, мы пошли в Россию, опять же, не путем разработки своих классификаторов, и так далее, интурируем эту методику, которая используется на пути для объектов, как идентификаторов сущностей интернета или там инстанциативных. То есть, фактически, получается, сейчас мы разрабатываем свою систему, методику, методологию, можно сказать, да? Я не поняла вопрос. Какие веточки, где создать, и как они обеспечат вопрос проверки полномочий? Нет, планируют, планируют. Суверенитет будет за нами. А ну это ключевое слово, да? Там хэш есть, подписи на планшете. У нас нотариата нет, у нас здесь нет? Как-то за них не очень хорошо говорить, как это будет проверяться. Но предположу, что если возникнет спор, придут к нотариусу. Ну, нотариуса будет храниться в том числе тот самый документ, где на планшете расписать, по-моему, PDF, да, Федор? Вот. И он будет храниться в реестре. И можно будет произвести экспертизу этой подписи, что ее поставил действительно генеральный директор. Наташа, там другой немножко вопрос. Нет, Наталья, я думаю, там другой вопрос. Наверное, ты имеешь в виду, как проверять, что генеральный директор изъявил в конкретной МЧД, да? То, что в... Так это же нотариат. Они без волеизъявления не работают. Вот. Я к этому и привел. Можно маленький вопрос Минцифра России? Будет ли на личном кабинете, на портале госуслуг в личном кабинете организации, либо в личном кабинете в СМЭФ для организации доступен перечень выданных доверенностей всех? Если да, то когда? Да, будет. И даже уже есть сейчас. То есть руководитель организации может посмотреть в своем личном кабинете все доверенности, которые выданы. Плюс каждый сотрудник организации, если он привязан, опять же, к этой организации на портале в личном кабинете, может увидеть выданные в отношении него доверенности. То есть это уже работающие. Выданные организации ей или на организацию? Руководитель может видеть те доверенности, которые выдала организация. То есть он подписал сотрудник организации, который, собственно, получил доверенность. Видит доверенности, которые на него выданы. Доверенность же можно выдать не только на сотрудника, можно выдать на другой р этап. нюанс пока, и тут мы еще как бы смотрим. Пока вот мы в рамках одной организации все это реализовали. Ну, как более частый, как бы и наиболее применяемый кейс. Спасибо. Так, еще вопросы, пожалуйста. Вопросы, я думаю, больше к Александру, а мы участвуем. Супер участвуем. У нас регулятор ФНС, если что. Мы за операторов ФНС не отвечаем. Спасибо. Спасибо, что не обязывает. Коллеги, здравствуйте. Ушакова Дмитрия, ВТБ. Воспользуемся случаем. Александр задал вопрос. Смотрите, у нас 63 закон, базовый сценарий, статья 17.2, предполагает передачу машинно-читаемой доверенности в пакете электронных документов. Мы это сегодня обсудили. Однако есть второй сценарий, который допускает возможность направления электронного документа без машинно-читаемой доверенности и с последующим его запросом машинно-читаемой доверенности информационной системы, где она хранится. В этой связи вот тема, которая меня давно интересует, никак не могу получить ответ на этот вопрос. Каким образом в электронный документ будет встраиваться информация об информационной системе, в которой хранится машинно-читаемая доверенность? Многие формы документов в настоящий момент времени зафиксированы нормативно. Никаких дополнительных реквизитов, которые предполагали включение в них информации об информационной системе, где хранится МЧД, не предусмотрено. Я понимаю, что это как бы такой резервный сценарий, когда это будет предполагаться соглашением сторон электронного взаимодействия, но все-таки как перспективный вариант. Наверное, вы думаете что-то по этому поводу? Так мы думали, мы уже придумали на самом деле. Реестр сведений о выданных машинно-читаемых доверенности, которые содержатся в ЕСИ, содержат сведения об информационной системе, где, собственно, эта доверенность хранится. И куда можно за ней сходить и ее получить в случае необходимости. Нет, стоп, в документе. А документ здесь не как бы, ну, документ не должен связан быть с доверенностью. То есть есть отдельный документ, есть как бы доверенность. И если человек говорит, что вот я, не знаю, такую-то имею доверенность, то сходи за ней в ЕСИ и проверь, где она содержится, действительно, ли она там существует в этой информационной системе. Нет, в документе всегда содержится информация о том, что вот действует на основании такой-то там доверенности. Ну, то есть, ну, нельзя подписать документ, в котором мне написано, что я действую на основании там того-то. Ну, в любом случае, нет, в любом случае, как бы организация, принимающая документ, понимает, от кого она пришла и должна либо иметь с ним соглашение, как было уже озвучено до этого, как бы и знать, что вот там-то содержится машиночитаемая доверенность, либо сходить, опять же, в ЕСИ и проверить, собственно, где доверенность от этого человека присутствует. Да и не будет. У нас есть документы формализованные, неформализованные. И вообще там в законе не сказано в документе, там сказано иным способом. Иный способ – это вот у нас, как вариант, есть способ – это в метаданных. Это более структурированная история. И наш опрос, который мы проводили среди операторов по готовности передавать в пакете, передавать не в пакете, а иным способом, да, информацию, как раз говорит о том, что большинство поддерживает сейчас передачу в метаданных информации о той системе, где хранится доверенность. Поэтому, в общем, наверное, это такой будет самый ходовой сценарий. Просто на момент создания документа, вот не всегда есть информация, где эта доверенность. Ну, в общем, а если вдруг оттуда не удалось получить, а как-то по-другому, у нас что, документ недействителен? Нет, она есть, но ее предоставили другим способом, из другой системы. То что? Ну, мы в любом случае сейчас нормализируем классификатор, то есть мы приводим его в более, скажем так, правильный, применимый вид. И вообще, в принципе, мы переходим на то, чтобы у нас были полномочия не вот, как я говорил до этого, там, плоские, как бы их было куча, а вот было полномочия и были ограничения. То есть вот это наша сейчас целевая модель. В перечне полномочий будет на полном месте и на полном месте. У нас на портале госуслуг есть, собственно, разделка, в котором описана вся информация, где можно найти уже существующие классификаторы и, как бы, и другие документы. То есть партнер с госуслугой.ру, ну, как бы раздел с полномочиями. То есть, ну, он легко по поиску ищется. Именно по машиночитаемой доверенности, по тематике. Так, еще вопросы. Да, здравствуйте. Андрей Савин, Гринота. Такой вопрос. Кто, в принципе, может являться доверителем в организации юридического лица? Доверитель в организации? У меня есть коллизия одна, я сейчас поясню. Ну, организация сама является доверителем, наверное, в том случае, когда... Единый исполнительный орган. А если два исполнительных органа физлицо и юрлицо, при этом в уставе указаны разные полномочия, то есть в ЮГРЛ зарегистрированы два доверительных, физическое лицо и юридическое лицо. Мы когда-то озадачивались этим вопросом и спросили ФНС, а имеют ли они в ЮГРЛ какую-то разную, ну, как бы разный статус, где-то что-то прописано, нам сказали нет. И помнишь, наверное, вывод был примерно следующий. Вы там у себя разбираетесь, кто какие полномочия имеет, тот и другой на основании ЮГРЛ имеет право действовать без доверенности. И мы принимаем МЧД, подписанные что тем, что другим. Но это было какое-то решение в сообществе, ничем не зафиксировано. Есть ситуации, когда оба должны подписывать, то есть двойное подписание требуется. И если я сейчас не ошибаюсь, у меня поправьте, но, по-моему, мы это проверяли, что у нас, в общем-то, формат держит множественное подписание. Это держит. Как мы поймем, что им необходимо именно двойное подписание? Этой информации нет в ЮГРЛ. В этом смысле да. Смотрите, в нашем случае, как раз в уставе полномочия прописаны. Как раз юрлицо имеет право подписи, а физлицо нет. А юрлицо иное. И у него ключ от другой организации. Русатом. Ну вот это такой эксклюзивный сценарий, до которого, я бы сказала, не дошли руки. И у нас таких сценариев очень много. Это понятно. Кажется, что вы должны быть заинтересованы в том, чтобы подписывать свои МЧД тем, кто имеет на это полномочия. Но при этом ключ от другой организации. И если будет проверка… Нет, это рабочая история. Когда у вас юридическое лицо является единым исполнительным органом, то право подписи имеет руководитель того юридического лица, несмотря на то, что у него ключ от другой организации. Это рабочая история. Она работает. Ну, в блокчейне нормально работает. Я, наверное, дополню чуть Наталью. Смотрите, вы тот сценарий, который рассказываете, с учетом того, что ключи вы получаете по подведомственности налоговой на гендиректоров, то у организации, которой является управляющей организацией, должен быть генеральный директор, который управляет ей. Вот этот генеральный директор как раз может получить ключи на управляемую организацию. То есть у него будет просто определенное определение. То есть он не как гендир прописан, как конкретная организация, а как генеральный директор управляющей организации. То есть у него ключ от той компании все равно должен быть. У него не должен быть от материнской. А и он тем ключом подписывает, да? Конечно. А, ну вот, нормальная история. То есть он подписывает ключом конкретной организации. У вас есть компания, там, Ромашка, у нее управляет Лютик. И у Лютика, у гендиректора Лютика ключи от Ромашки тоже должны быть. Я, конечно, там не совсем полномочен это объяснять, но как доверенное лицо мы такие операции проводим. Ключи от Ромашки, в которые указан гендиректор Лютика. И Федеральная налоговая служба выдаст такой ключ на основании устава. Не только Федеральная налоговая служба, но и доверенные лица. Издателем будет, конечно, ФНС. Обращайтесь в любые офисы обслуживания. Спасибо. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Так, ну, видимо, вопросы у нас на сегодняшний день закончились, поэтому я благодарю всех наших спикеров. Огромное спасибо. Отличное, мне кажется, было обсуждение. Спасибо вам за полезную информацию. Я думаю, что мы сегодня много таких важных вещей услышали. Спасибо большое слушателям. И мы завершаем и эту сессию, и PKI форум. Благодарю всех еще раз. Большое спасибо Елене, которая все организовала. Спасибо.